Так, подожди маленько, подожди, сейчас я тут установлю все В имя Отца и Сына и Святого Отца Сейчас, сейчас, только подожди, я тут установлю все, у меня тут не так просто Неожиданно я бы ушел Так, что у меня тут еще? Так, подожди-ка Так, ладно Так, кто ты такой? Здравствуйте Здравствуйте Вам меня видно, нет? Да, видно, видно Так, мы, наверное, в чатру Летки встречались? Нет Хотела пять минут буквально пообщаться на тему сегодняшней Подожди, по порядку А сколько тебе лет? Одиннадцать Понимаешь, я не очень знаю у вас Родители-то не будут против, что ты зашел ко мне? Нет Не против, да? Ну, у нас все записывается и выставляется в интернет Ты не против? Нет, нет Ну, давай, задавай вопросы, пожалуйста Ну вот Протолкуйте мне Апостол Вот Двадцать третий Первое послание апостола Павла К Оринфианам Глава одиннадцать Стих двадцать третий Тридцать второй Давай, считай Сейчас 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 Ибо я от самого Господа принял то, что Иван передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был Взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал Примите Идите Сие есть Тело мое За вас Ломи мое Сие творите мое воспоминание Так же и чашу После вечера И сказал Сие чаша Есть новый завет Мои крови Сие творите Когда только будете пить Мое воспоминание Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей И пьете чашу сей И усмелье Господне И возвращаете Да Коли он придет Посему, кто будет есть хлеб сей Пить чашу Господне Не достойно Виновен будет против тела Кроме Господне И Господне Да Исправит же тебя человек Который образом Пусть есть от хлеб сей Он есть Чаша сей Иван Твоя степет Не достойно А тут есть Тепет осуждения Себе И осуждения От него Господне Оттого Многие из вас Немощные и больны И немало умирает Ибо если мы Осудили сами себя То Не были бы судимы Будучи же Судимы Наказаны Говорю Господа Чтобы Не быть Осужденными С миром Так Вопрос в чем состоит Объясните Простым языком Я объясняю Это означает Совершилась первая литургия Как у нас называется в церкви Господь взял хлеб А когда подал Он превратился в тело незримое Тело его Вино дал И написано Оно превратилось От молитвы В кровь его А дальше говорится Это творите в мое воспоминание Доколе приедет Означает Что как будет гонение Перед пришествием Христа Но все равно верующие Сохранятся И литургию будут совершать Священники будут на земле А сегодня так Выйдет священник Кто не причащался То есть Все гонят К причастию А здесь говорится Если кто недостойно Причащается Многие больные Немало умирает То есть К этому надо подходить Строго Существует Эпитим Я за какой грех Вот человек напился Пьяный Он на два года Отнущается от церкви Два года нельзя Причащаться Тело и крови Христов И вкушать Вот о чем здесь говорится Спасибо У нас говорят Не спасибо А спаси Христос А как ты меня нашел Ты я не понял Кто тебе сказал Владимир Головин Как На меня вышел Ты как Я не могу понять Владимир Головин Мне сказал Кто сказал Батюшка А как его звать Батюшка Владимир Головин А ты его увидишь Или нет Да А когда ты его увидишь Точно не знаю Не знаешь А писать ты ему будешь Когда Тогда Когда он в интернете Там Ну у меня переписки Нет Передай ему поклон Поклон передай Скажи Да Он про вас говорил Мы каждый день молимся Каждый день его упоминаем В молитвах Да Хорошо Вот если Слушай внимательно Тебя как звать Александр Андрей Александр Александр Вот Александр Саша Значит Да Вот Отец Владимир Собирается летом К нам приехать А я начальник детского лагеря Был А сейчас мы в деревню переместились Ты к нему поговори Чтобы он тебя с собой взял Ты у нас отдохнешь Тут купаться Среди верующих будешь Я из Украины Не смогу приехать А С Украины Так у нас в Украине В прошлом году были люди Это далековато Конечно У нас с Канады прилетали Ребятишки Канада знаешь где? Да С Северной Америки Ну что Саша Вот такой вопрос Я тебе отвечаю Как святые отцы Ты только Никаких сектантов Не слушай Еретиков Это хорошо Это хорошо Что ты задал вопрос И будешь писать Батюшке поклон передай Скажи Все хорошо Мы летом ждем Его в гости К нам На него там нападают Скажи Батюшка Ничего это не значит Никакой Его Награда при нем Она только еще больше будет У тебя у самого Какие-то еще вопросы есть? Нет Ты можешь зайти на наш Ютуб канал? Да Запиши Во свете Библии Во свете Библии Где-то запиши себе Чтобы потом зайдешь Во свете Библии А рядом напиши слова Игнатий Лапкин Меня удивляет Как ты меня нашел Вот это чудо Божье Во свете Библии Игнатий Лапкин Ну-ка посмотри Откроется, нет? Сейчас Подожди О, все Нашел Открылась Да Вот У нас знаешь Сколько там роликов? 14 тысяч 1880 Тебе их никогда не пересмотреть А там все есть И как у нас детский лагерь работал Как деревню строим Как молимся Как у нас все С детьми занимаются Как тебе все понравится У нас все такое красивое Девочки, как одеты в платках Они как царевны Посмотрю обязательно А вот когда это Зайдешь, зарядишь Если во свете Библии Через гугл зайти То там можно найти сайт Называется сайт Сайт? Сайт Это сайт Это поле такое Во свете Библии Игнатий Лапкин И сайт добавить Библейский сайт Вот там Там много чего ты найдешь Да, я знаю Да, я знаю У вас сайт есть Да, заходил Да, большой сайт Там книги наши Ну что, Саша Вопросов, если нет Я отхожу туда А когда на ютубе Будет видео На ютубе будет Видео А как ты узнаешь Что будет? Я смотрел Другие записи Разговоров И там вот Если бы она У нас больше была То бы я уже К утру сделал Но у нас Небольшая запись Тут Еще если вопросов Два бы было Я бы тебе ответил Как раз был бы ролик Я к утру Я уже поставил бы А вот такой Короткий Когда? Короткая Она будет С какой-то соединена Пока наберется Не меньше полгигабайта А с какой соединиться Вторая или первая часть Будет И надо целиком смотреть Это будет Может быть и не скоро Еще вопрос Если нет Давай еще Вопросы У тебя в каком классе Учишься Четвертый Четвертый А у вас какой Иностранный язык? Английский Ну и как Разбираешься? Да Можешь разговаривать Уже нет? Читать Да Читаю Разговаривать К нам может быть Летом приедут из Америки Ребятишки У нас были Из Канады Из Канады приезжали Но они английский язык Тоже знают А ладно А когда ты батюшке писал Давно это было? Батюшке Сейчас Посмотрим Последний Эфир в интернете Сейчас А батюшку говорят Ты никогда не верь Батюшка хороший Это люди Такие на него ополчились Награду ему Большую делают А он же не обижается Он хороший От батюшки плохого не научишься А вот вопрос Вспомнил Со скольки лет Берут в монастырь О Я бы тебе ответил Никогда туда не ходи В какой бы ни был возраст Не надо Господь не в монастырь посылал Говорит Идите по всему миру И проповедуйте Евангелие Не ходи в монастырь О Он нашел 14 апреля Последний раз была встреча Ну Понял А вот в монастырь Никак не надо идти Помогать-то можешь А туда Не давай никаких обещаний Ты будешь жалеть потом Ты благодари Бога Господь послал в мир проповедовать Какой монастырь Монастырь это на горе Фавора Не хотели построить Тебе Господи одну Или я одну Так что береги себя Монастырь это така Не знаешь еще что и как Но я тебе говорю что Господь посылает в мир Молодые люди должны Работать тут И проповедовать Евангелие Человек должен сознательно принять Любовь Божия Что Христос умер за наши грехи Воскрес для нашего оправдания И Пасха Ты знаешь что означает слово Пасха? Агнец Нет Пасха это сейчас Агнец В переводе с еврейского Означает исход, вывод А теперь что она из себя представляет? Это Агнец Пасхальный Агнец И это не Пасха только А Пасха Христос Это уже в Новом Завете Он так называется Вот когда Ангел пошел поражать Первенцев в Египет Чтобы фараон испугался И отпустил народ И в это время им было сказано Зарезать каждому По барашку Агнецу И кровью его Костяки помазать И перекладину И к тому Ангел не заходил А где не было этого Ангел убивал всех первенцев Старший кто? Старший теленок Старший щенок Всех подряд резали Ну ты батюшке как-то сообщи Скажи мы встретились? Да, хорошо И он там делал про вас отзыв Да Его спрашивали Я знаю И у вас на канале тоже Кстати, это видео есть У меня тоже есть Я о нем говорил Вот И сейчас батюшку Они ничего не сделают ему Ну что ж ты не священник Он может идти проповедовать Это никакой беды Его там еще сана лишили недавно Я знаю Сана лишили Без сана проживет Я живу без сана Ничего не надо Сан сегодня держать Это ой-ой-ой как еще Отвечать придется И Господь его любит И убрал от него лишнее Теперь только не сиди Иди проповедуй Живое евангельское слово Растворенное в веру И слушающих Ну сейчас особо проповедей Таких-то нету Да Не выкладывают А вот Прямые трансляции Там люди Ну да В приятном времени Вопрос задают А еще вот такой Есть вопрос Как вы относитесь К тому что Вот транслирует Тоже в реальном времени Богослужение А что с богослужением Что делают В интернете Вот в реальном времени Показывают Там В интернете Что снимают И в интернет выкладывают Ну да Снимают Ну ничего в этом Плохого-то нету Почему не Люди, которые Вообще На севере Священства нету Они Как участвуют У нас часто Снимается это Ничего тут Такого нету Это широко Известно Это Ангел летел Посредине неба Нес Евангелие Кто тут старший Пусть подойдет Кто-нибудь Чтобы нас видели Кого-нибудь позови Добрый день Добрый день Мы с Сашей говорили Я говорю Позови кого-нибудь старше Чтобы они видели Что Я говорю с ним Он вышел Как от отца Владимира Я говорю Поклон передавай Мы молимся о нем Он летом собирался К нам в гости приехать А если Владимир Головин Но я не знаю Как Если бы Саша Рядом-то жил Да кто-то бы приехал Я же начальник детского Лагеря 45 лет был И сейчас дети отдыхают Никаких безбожников нету Собираем ягоды Раз в 5-6 день купаются Ну Все под присмотром Вот Был бы поближе Он бы взял его А у нас дети приезжали Два года Или три года Из Канады У них две остановки Летят на самолете До Парижа Потом до Москвы А потом только на Барнаул Это все любовь делает Это все любовь делает Ну Саша Вопросы хорошие задавал По первым коринцам В 11 главах Вот я говорю Поговорили Я тебе Он говорит А когда в интернет выставить Как ты узнал Что мы выставляем Так я видел там Горячат в рулетке Ну и Я говорю Ну а если все благополучно будет Посмотрю Пол гигабайта будет Наш разговор То к утру Я уже выставлю его Он у нас такие парень Мы хорошо поговорили с ним Только я всегда добиваюсь Чтобы старшие были рядом Это мама у тебя? Да Люди маму Без благословения Мама никуда не выходи Три поклона На икона в красный угол И входишь из дома Благословите меня Пришел опять Слава тебе Господи Я вернулся Побольше ласки с мамой Мама не будет Как ты жалеть будешь? Предстоит Операция Через месяц Примерно Кому? У тебя? Такие акафисты И молитвы читать А у кого операция? У тебя? Да А что за операция? ДЦП А что, разве лещится это? Ну, не полностью Так Вы где? И ты еще У тебя что-то от рождения Или попал в аварию? От рождения Да От рождения А я не знаю Надо ли делать операцию Ты батюшке сообщи Узнай Бывает так Сделают У него так Руки и ноги висят Еще не могут сделать Это нервы Ну, с руками Это нормально А ноги вот Плохо Плохо? Ну, тогда Посоветуйся с батюшкой И когда на операцию Нам позвоним И за всех молимся Мы рады молиться за тебя Ты хочешь, чтобы за тебя молились? Да Ну, мы будем молиться Я сегодня уже помолюсь и тебе Помилую раба Божия Александра Так А как врачи говорят Будут делать операцию Что там? Либо Житомир Либо Сумы А что это такое? Два города Где Можно сделать За два раза? Нет Два города В котором Можно сделать Операцию На выбор Два города? Я думал Два года Я плоховато слышу Ну, Саша Мужайся Кому еще Бог назначил Вот у нас был Сергей Парализован Он 17 лет Лежал недвижимый Иконописец Что ли? Да Да Именно так Козлок Я его ролики Все забрал К себе Они появились Когда мы познакомились Я в них участник И теперь выставляю Каждый день По одному ролику Его Ты можешь у меня Смотреть На ютубе А он жил еще сейчас А? А он жил? Умер Умер уже Три месяца Так Да? Так вот Февраль Март Апрель Ну да Так Февраль Март Апрель Три месяца Уже как умер Ему 47 лет Было Парализованный Он был Да Да У него только Плечевой сустав Правой руки Маленько шевелился Руки вот так Скрючены И он Ну там видно Он разговаривает Когда Еще Запишите Помолитесь О Единстве Украинской Православной Церкви Да мы молимся Но и мы не знаем Как угодно Богу Я молюсь За властей И за церковных Там у них Там выборы Прошли Сейчас новый Президент Должен быть Да Уже Выбрали Уже Я знаю Выбрали Так Ну теперь Утвердили Его уже Не Еще Не было Не вступал Еще Уполномочий Да У него Противников Будет Хватать Ну да Укрепит Господь Мы за Порошенко Молились Каждый День Мы с Аши Если Еще Будем Расставаться Не знаю Ну все Давай С Богом Храни Тебя Господь До свидания Ты мне Очень Понравился Благодарю Тебя Господи Только Руку Подальше Приноси Прямо На плечо Вот сюда Налевое Вот сюда Прямо Где рука Соединяется Ну-ка Давай еще раз Перекрестимся Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй меня Грешного О Все Вот так вот Чтобы Плохому Маханию Небрежному Маханию Руки Бесы радуются Чтобы нам Демонов Не хвалить А это Нетрудно Я для Бога Это делаю Вот смотри На нашем Ютубе Будут Как В пасхальную Ночь У нас Детский Концерт Будет В пасхальную Ночь Я буду На Литургии Возможно У нас Будет читать Апостол Мы будем Записывать Все в интернет Выставим Ты только На нашем Ютубе Ты на нашем Ютубе Часто бываешь? Да я Подписался Вот на канал Ваш Вчера Буквально Смотрел Ну тогда ладно Еще досконально Не изучил Постараюсь Выставить Сегодня К утру Может быть Выставиться Ну все Прощаемся Храни тебя Господь Саша Ну все Когда нужно будет С четырех До четырех Москвы С четырех Ночи До четырех Дня В московском Времени Запомни Можно звонить Но только не чаще Чем один раз В две недели А почему Так сделано? Ну я сделал У меня народу Много Приходят И в это время Мы встаем И по нашему У нас С четыреста Раньше Время идет С Москвой А у нас Вот Сейчас У нас Восемь Шесть Числов Вечера В Украине А в Москве Это уже Семь Ну да Значит с вами У нас разница В пять часов По московскому Это получается Четыре Надо посмотреть Что получается Четыре Наверное в три С трех До трех По вашему С трех ночи До трех Дня А позже Звонить У меня тут Может не быть И у нас тут Частное время Мы на молитве Находим Я в школе У нас В Украине В четвертом Классе Учится На вторую Смену И прихожу Домой Только в пять Часов А как ты Уходишь В двенадцать Тридцать Из дома Выезжаем И приезжаем В пять Тридцать Вечера По нашему То есть ты сам ходить не можешь Ну как Дома могу А по асфальту Так нет Ну ты Саша Только нигде Родителям поперек Никогда не будь Чтобы тебя Не мучило Ничто Доброе отношение С родителями Тебе это Главный залог Написано Долголетие на земле Кто чтить отца и мать Нигде против Никогда ничего не говори Будь кроткий Смиренный Да благословит тебя Господь Нас в семье было много У нас было В семье нас пять братьев Было И пять сестер Десять человек Детей было Ну с Богом Саша С Богом А давай все Отпускай нас Слава Иисусу Христу В веки веков Аминь